А теперь к другим темам. Начали курсировать два дополнительных пригородных поезда из Махачкалы в Хасаверт и от Дербента до границы с Азербайджаном. По этому случаю организовали торжественное открытие новых маршрутов. Пассажиры отмечают не только приемлемую стоимость поездки, но и качество самих перевозок. Напомню, все это произошло в рамках исполнения поручения, которое озвучил в своем послании глава Дагестана. Сакинат Малаева прокатилась на электропоезде и оценила все преимущества. Татьяна Илькова – пассажир с большим стажем. Ей курсировать между двумя городами приходится после того, как дочь переехала в Хасаверт. Говорит, когда-то такой маршрут был, но его отменили. А в другое время не совсем удобно. Теперь, как только узнала о возобновлении движения электропоезда в этом направлении, тут же вместе с нучками собралась в дорогу. Еще один плюс по сравнению с маршрутным такси – значительная экономия. Это не быстрее, но экономичнее, конечно. Так выходит у нас, например, вот если ехать, 300-450 рублей за малышей тоже начали брать. А здесь мы заплатили 160 рублей. Не только бюджетная цена, но также изменились в лучшую сторону качество и безопасность пассажироперевозок, уверен министр транспорта и дорожного хозяйства Шарухан Гаджимурадов. Несколько месяцев назад полностью был обновлен парк пригородных электропоездов. Если вы помните, вот этот маршрут обслуживали поезда и вагоны со сроком где-то 20-30 лет. То в настоящее время, вот буквально в течение двух-трех месяцев состав был заменен на новый. Значит, очень удобно. Внутри, значит, ну, хорошие сидения, значит, отопление работает зимой. И вот наши люди очень довольны. Забота о людях не осталась незамеченной. Пассажиропоток в прошлом году увеличился почти в два раза. Особенно электропоезда пользуются спросом в выходные дни. Новые маршруты открыты тоже по многочисленным просьбам жителей региона. До сегодняшнего дня курсировали пять пригородных поездов на территории Махачкалинского региона. Это сегодня уводятся две пары дополнительных поездов. Это Махачкала-Хасаюрт и Дербент-Граница. Это услуга востребованная, это безопасный транспорт. Поэтому и вопросы стоят дальше и по остановочным пунктам. Мы будем ремонтировать, в общем, делать все, чтобы наши пассажиры почувствовали комфортные условия на железнодорожном транспорте. В будущем расписание пригородных поездов будет совершенствоваться. Работу в этом направлении планируют строить в том числе и с учетом пожеланий самих пассажиров. Сыгин Абмалаева, Саид Гутиев, Рамазан Амаров. Время новостей.